Если у вас есть какие-то проблемы с YouTube и вы не хотите потеряться, обратите внимание на две сторонние платформы подвальчика. Во-первых, это канал в Telegram. Туда я выкладываю все новости и забавные мемчики, делаю анонсы и так далее. Телега — самое актуальное место, которое веду лично я. Так что при желании подписывайтесь. Ссылка в описании. Во-вторых, это Boosty. На Boosty есть как платная, так и бесплатная подписка. Теперь ролики будут дублироваться и туда, и они будут доступны без платной подписки. Ну а с платной же подпиской ролики уже давно выходят там, причем выходят без рекламы и иногда немного раньше. Также на Boosty бывают эксклюзивные ролики, которые не выходят в открытом доступе вообще. Платная подписка на Boosty начинается с 65 рублей. Ссылка также в описании. Аркадные автоматы, или как их называли у нас во времена СССР, игровые автоматы, стали появляться в Японии и США еще с 60-х годов прошлого тысячелетия. В 1965-м Sega выпустила свой перископ. Выглядит чем-то знакомым, правда? И индустрия закрутилась так, что выросшие из аркадных домашние видео и компьютерные игры на сегодняшний день приносят разработчикам иной раз даже больше, чем кино ребятам из Голливуда. Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong. Все эти названия очень хорошо знакомы любому западному ребенку, выросшему в 80-х. У наших же сограждан до 90-х игрушки были немного другие. И нет, я сейчас не про гипотетические кубики, прибитые к полу. Давайте не будем прибедняться. Я про знакомые не только пацанам, родившимся в 70-х, но и даже нам, детям 90-х, Морской бой, Городки, Охоту, Магистраль и еще с десяток других. Названь. Да, советские аркадные автоматы были, как и любая советская потребительская техника 70-х-80-х, достаточно простенькими в сравнении со своими западными аналогами. По крайней мере на момент их актуальности. В том смысле, что когда в СССР 80-х дети все еще стреляли по электромеханическим фигуркам животных за стеклом, за бугром дети уже давно сливали свои четвертаки на Space Invaders, Asteroids и даже какой-нибудь мультяшный и невероятный по своим временам Dragon Slayer. Если кто-то вдруг не в курсе, задумайтесь на момент. Вот этот оживший мультик, каким бы простеньким с точки зрения геймплея он не был, вышел на американских аркадах аж в 1983 году. В 83-м, Карл. У нас в 83-м вышел Снайпер. Помимо этого, на Западе видеоигры были прямо самой настоящей культурой уже в 80-х. Народ тусил в аркадных залах, пытался установить самый большой счет, по ним устраивались чемпионаты. В СССР же аркадные залы были просто еще одной точкой в каком-нибудь парке Горького, гуляя с семьей по которому, если у бати было хорошее настроение, у него можно было выбросить 15 копеек, чтобы запустить несколько торпед. Какие там тусичи и чемпионаты? Нет, возможно, в каких-нибудь узких кругах энтузиастов такое и было. Сейчас в комментариях обязательно найдется человек, который будет рассказывать, что я ничего не понимаю и не знаю. Но вот так, чтобы прям хотя бы в рамках района, не то чтобы города, какой-то там чемпионат. Такое было возможно только в американском кино. Ну, или в японском. Там вообще с момента появления Space Invaders в 1978-м вся страна с ума посходила. Про историю японских аркад, если что, на канале есть отдельное видео. Ссылочка прямо сейчас на экране и продублирована в описании. А самое главное, с развалом Союза в 1991-м наши оригинальные аркадные автоматы, так же как и советские консоли, практически перестали существовать. В тогда еще существующие аркадные залы стали завозить американские и японские игры уже современные. В фойе кинотеатров появились кабинеты с Mortal Kombat, а все эти морские бои и прочие дубы-колдуны молниеносно отправились на свалку истории. А самое обидное, что как раз к 90-м у нас же начали появляться самые настоящие и оригинальные аркадные видеоигры. Чего только стоят игры на платформе TAMC-1. Благодаря энтузиастам кусочек этой истории у нас все же остался. И сегодня я предлагаю вам, как обычно, в нее окунуться. Мы немного вспомним историю появления аркадных автоматов в СССР, сходим в музей советских автоматов, чтобы потрогать настоящие железки, а также, само собой, поговорим об их эмуляции, которая, оказывается, тоже существует. И да, даже тех самых последних настоящих советских аркад на платформе TAMC-1. Привет, друзья, с вами, как всегда, Виктор Карасев, и мы вновь отправляемся в путешествие по нашей с вами истории. Перед тем, как мы перейдем к аркадам, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел поучаствовать в сходке канала с турниром по ДУ. Надеюсь, вам понравилось мероприятие так же, как и мне. Рано или поздно мы обязательно его повторим. И самое главное, я хочу еще раз поблагодарить ребят, которые помогли мне его организовать. Во-первых, команду GBX Summer Party, которые привезли консоли и консолизированные аркады, на которых можно было поиграть. А во-вторых, наших друзей из компьютерного клуба Луноход. Луноход — ретро-компьютерный клуб в Москве с набором игр из тех самых компьютерных клубов, в которых ты пропадал по ночам в нулевых, только без оставь пять минут поиграть гопоты, а в теплой и ламповой атмосфере. В любое удобное для тебя время ты можешь сам, а можешь, собрав компанию друзей, приехать туда и, как в старые добрые, зарубиться в Doom, Quacko, Counter-Strike, Staric или любую другую легенду 90-х и нулевых. А если единомышленников у тебя не так много, как хотелось бы, всегда можно подписаться на социальные сети Лунохода, увидеть анонс и приехать на какой-нибудь из их ивентов, которые они организуют достаточно часто, и найти таких. Ссылочку на ребят оставлю в описании, чтобы ты, мой дорогой друг, мог в любой момент, когда захочешь, просто взять и вернуть себе свой 2007-й. Не дожидаясь, когда я соизволю устроить еще один турнир от подвальчика. Так что не стесняйся, дуй в Луноход. Ну а мы возвращаемся к советским аркадным автоматам. Эту историю вы уже наверняка слышали, если интересовались темой советских игровых автоматов. Но из песни слов не выкинешь. Поэтому, раз уж мы поднимаем эту тему в ролике, давайте вкратце пройдемся по тому, как у нас в СССР вообще появились эти игрушки. Помимо основного профиля производства, на каждом советском заводе был план по производству товаров народного потребления. В приоритете они не были, но за них с руководства спрашивали. А посему приходилось придумывать, чтобы такое полезное произвести. И в 1969 году кабинет министров СССР отправил делегацию Министерства культуры и нескольких инженеров и экономистов в командировки в Японию, Германию и даже США для изучения иностранных товаров того самого потребления. Там они ознакомились с зарубежными электромеханическими аркадными автоматами и на основе отчета правительство решило закупить несколько таких автоматов для изучения нашими умельцами. Уж даже не знаю, до кого дошла эта информация и кто наверху решил, что это достойная идея, ведь даже сейчас любой взрослый человек прекрасно понимает, что все эти игрушки исключительно для лохов и детей. Но Министерство культуры решило не просто закупить несколько автоматов, а даже организовать огромную выставку в Москве под названием «Аттракцион 1971». Выставка была встречена советскими гражданами с невероятным успехом. За 10 дней проведения ее посетило более двух с половиной миллионов человек. Там было представлено около сотни развлекательных аттракционов, среди которых были не только карусели, но и те самые аркадные автоматы от Sega, Namco и Midway. Привозя свои аркады, зарубежные производители предполагали, что советы будут покупать их и устанавливать на территории СССР. Но, как вы понимаете, покупать такие штуки массово в Союзе никто не собирался. Купить и оставить привезенное на выставку – да. Но вот дальше – зачем? Когда можно просто отправить эти западные машины на наше производство, где как раз нужно выполнять план по производству товаров народного потребления? Вот как раз примеры таких товаров. Копируйте. Советские инженеры разобрали все эти западные развлекалово-довинтиков, изучили принцип их работы и в течение следующего десятка лет превратились Сирейдер от Мидвей в морской бой, Дагхант от Сега в охоту, Скайфайтер от Тайто в воздушный бой и так далее. Судя по интервью с Александром Гоноровским, одним из авторов таких автоматов, как Городки или того самого ТИА МЦ-1, о нем мы поговорим немного позже, западные автоматы получили далеко не все предприятия и некоторым нашим инженерам пришлось действовать исключительно своими мозгами и смекалкой. Максимум один раз съездив в командировку в Москву, на пару раз поиграть в такие автоматы, чтобы просто понять, что такое эти самые аркадные игры. Так что и оригинальных автоматов у нас в итоге появилось немало. Но отрицать то, что морской бой или охоту придумали далеко не наши ребята, было бы как минимум странно. Долгое время, уже в нулевых, советские аркадные автоматы, особенно ТИА МЦ, да, я понимаю, что слишком много упоминаю эту аббревиатуру, но это действительно один из самых интересных советских концептов. Были гниющими остатками прежней роскоши, которые нужно еще поискать в фойе каких-нибудь старых кинотеатров на периферии. Но в 2007-м трое энтузиастов открыли целый музей советских игровых автоматов, в котором, уверен, многие из вас были даже сами, а возможно и не один раз. И именно благодаря этому музею сегодня в ролике я могу порадовать вас видео рядом оригинальных железок. Спасибо им за это. Технически советские автоматы можно разделить на две с половиной группы. С половиной, потому что настоящие аркадные автоматы на микропроцессорах производились по сути, ну, не то чтобы только, но в большинстве своем, НПО-терминал в Виннице в самом конце 80-х и 1990-х. А в 1991-м, с развалом Советского Союза, и они прекратили это производство. Да, снова те самые ТИА-МЦ. Конек-Горбунок, Снежная Королева, Кот-Рыбалок. А вот все остальные советские автоматы были либо полностью электромеханическими, как тот же Морской Бой, или электронными, сделанными на жесткой логике, как первая версия Городков, или наверняка также известная многим из вас Магистраль. Интересно, что самые популярные электромеханические аркады, тот же Морской Бой, сегодня даже можно купить на Яндекс.Маркете. Копии, естественно. С другой стороны, логично. Если на Западе, да и у нас тоже делают реплики популярных американских и японских аркадных кабинетов, почему бы не делать и реплики наших? Единственное, ценничек, конечно, мягко говоря, кусается. Рассказывать, что такое Морской Бой, уверен, никому из вас не надо. Есть ли, кстати, среди зрителей хоть один человек, кто не играл в него хоть раз в жизни? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне, правда, интересно. Морской Бой был самым первым массово производимым советским автоматом и выпускали его аж с 1974 года. Интересно, что Морской Бой был настолько популярным у советских граждан, что помимо оригинального его выпускали не только в вариации для двух игроков, но и даже в версии для установки на подводных лодках СССР для развлечения личного состава. Тема стрелялок, очевидно, была одной из самых популярных в аркадных автоматах СССР. Если кому-то не нравились морские стрелялки, всегда можно было поиграть в самолётики, вот, например, в воздушный бой 1975-го, или же в десяток вариаций снайперов и охот, выпускавшихся в каком-то невероятном количестве. Работали они все, правда, по одному и тому же принципу. На экране подсвечивалась статичная или движущаяся мишень, а игроку нужно было набрать как можно больше очков при помощи контроллера, светового ружья. В конце 70-х, начале 80-х все такие автоматы были исключительно электромеханическими. Лампочки, фотоэлементы, кондовые огромные ружья, прикрученные болтами, шобны стыбзели. Здесь, кстати, нужно сказать, что, чтоб не стыбзели, шутка хоть и тупая, но из того же интервью с Гоноровским понимаешь, что в каждой шутке есть доля шутки, потому что народа, играющего в игры, что сейчас, со своими рейдж-квитами и киданиями клавиатуры в экран достаточно, что в советское время их тоже было немало. В первых вот этих 25 автоматов, которые мы поставили, там была такая маленькая ручечка такая, вот красивенькая, эргономическая, ее все сломали. То есть на всех автоматах практически ее выломали. Вот. Ну, мы сделали большой такой, мощный, значит, мощную ручку такую, большую, толстую, и пришла вторая беда. Значит, в Днепропетровске, по-моему, в Днепропетровске, какой-то бугай за эту ручку перевернул полностью автомат. То есть она настолько мощная была, и он вошел в азарт, и он завалил. Это приблизительно, наверное, как быка уложить за рога. Уже в 80-х, причем ближе ко второй их половине, начали появляться автоматы второго типа, сделанные на жесткой логике с настоящими экранами. То есть по типу POMP. Они вроде как электронные, но никаких процессоров в них нет. Все внутри работает на логических элементах. Самые яркие примеры таких автоматов Safari и Magistrate. Оба они были выпущены в самом конце 80-х. Safari, например, на сайте музея советских автоматов датируются 1987-м. То есть, когда на западе вышли Contra, R-Type и Double Dragon, у нас аккурат появился вот этот шедевр. Вообще, его можно, наверное, даже назвать прародителем раннеров. Персонаж бежит сам, а ты нажимаешь на кнопку выстрела и пытаешься попасть в дичь. Суровый советский гейминг. Ну, или все та же магистраль. На сайте музея советских автоматов она датирована 1990-м. Но мне все же кажется, она вышла немного раньше, в конце 80-х. Но даже если она вышла в 88-м или 87-м, Сеговский аутран стоял в зарубежных аркадах уже в 1986-м. И уж извините, но где... Да, если взять гонки, в том же 1986-м в советских залах появилась еще и авторалли М. Выглядит на сегодняшний день она, конечно, прикольно, но если рассматривать именно технологическое качество, с западными конкурентами такие игры даже в сравнение не идут. Ну, а в остальном народ еще играл в те самые городки, настольный футбол и хоккей, и даже иногда в пинбол. Но последнее, скорее, исключение исправил. И был вполне себе этими играми доволен. Не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не насмехаюсь над советскими аркадными автоматами. С учетом того, какие были условия у советских инженеров в то время, очень круто, что советские дети могли играть хотя бы в такие игры. Но на этом фоне особенно круто выделяется разработка НПО-терминал ТИОМЦ-1. В самом конце 80-х, судя по все тому же интервью Гоноровского примерно в 1989-м, а может быть даже уже в 1990-м, среди советских аркадных машин появляется ранее невиданная вещь. Вот такой кабинет, на котором, как мы говорили, когда в первый раз увидели Мегадрайв и Снесу дяди Сережи в передаче, разворачивается самый настоящий мультик под названием Конек-Горбунок. Полноценная, аркадная, микропроцессорная игра. Яркая, красочная, с управлением, как на Западе, с геймплеем, как на Западе, и со сложностью, превышающей, наверное, все остальное, что было на Западе. Конек-Горбунок, аркадная игра на базе того самого, уже упомянутого мной сегодня несколько раз, TIA MC1. Телевизионный игровой автомат, микропроцессор. Основанный на советском клоне процессора Intel 8080K580, работающий на частоте 1,87 МГц, с 16-цветным дисплеем с разрешением 256 на 256 пикселей. А самое главное, практически, как и автоматы Neo Geo, работающий на сменных играх. То есть, НПО разработало стандартную платформу, под которую можно было разрабатывать различные игры и менять не весь автомат целиком, а только плату с самой игрой. Первые пробные TIA MC поставили в эксплуатацию в 1988, и в последующих 89 и 90 достаточно широкое по меркам советских аркад распространение получил не только Конек-Горбунок, но и несколько других игр. Различные источники, опять же различной степени близости к авторам, включая вашу любимую Википедию, говорят, что в разработке для TIA MC1 было 12 игр. Выпущенные известно широкой общественности сегодня только 6. Остальные 6 были либо утеряны, либо так и не были до конца разработаны, поскольку 91-й год, развал СССР и вот все это. По словам Гоноровского, когда они начали разрабатывать в НПО терминал свои первые аркадные игры, никаких западных прототипов никто и в глаза не видел. И вот что их не видел сам Гоноровский, я охотно верю, он технарь и занимался разработкой именно железной части, а не самих игровых программ. Но вот утверждение, что западные игры не видел никто из их команды, у меня скажем так вызывает некоторые сомнения. Тем более, что опять же сам Гоноровский упоминал в интервью, что в какой-то момент им давали потрогать советские КУВТ Ямаха, у меня был про такие отдельный ролик на канале. А это ничто иное, как специально сделанные для СССР обучающие классы с компьютерами MSX2. А знаете, что есть на MSX2? Игра под названием Athletic Land. И выглядит она вот так. Не знаю как вам, а мне кажется, что какое-то слегка уловимое сходство у этой игры с коньком горбунком присутствует. Это опять же никак не уменьшает крутости того, что сделали инженеры и программисты из НПО Терминал. Но проходить мимо такого незначительного факта, на мой взгляд, было бы неправильно. В коньке-горбунке было всего 16 экранов. И если посмотреть, к примеру, спидраны на Ютубе, может показаться, что игру можно пройти всего за 4 минуты. Но мы-то с вами знаем, как дело обстоит на самом деле, правда? На самом деле, если вы попробуете поиграть сами, скорее всего, вы проиграете весь свой запас 15 копеечных монет уже примерно так к экрану третьему, четвертому. Потому что уровень сложности в игре просто запредельный. И сделано это было, само собой, не просто так, а по запросу сверху. Потому как любая аркадная игра за свои 15 копеек должна была играться максимум 2 минуты. Иначе она бы не была прибыльной. А вы говорите социализм и дружба народа. И вот для соблюдения этого ограничения и в коньке, и в остальных играх на платформе сложность сделали такой, что все эти ваши Ghosts and Goblins и Battletoads даже рядом стоять не будут. Если не верите, можете попробовать сами. И для этого вам даже не придется ехать в музей советских автоматов, ведь широко известный в узких кругах и очень талантливый программист Shiro 8-bit в 2006 году написал эмулятор TMC1, который очень легко гуглится. Вместе с эмулятором он также написал текст с описанием устройства платформы, проанализировал схему автомата и советские документы к устройству, что очень пригодилось другим ребятам, которые немного позже реализовали еще и ядра для MAME и Mr. FPGA. Так что feel free, как говорится, попробовать лично. Ссылочки, если тебе лень искать, я оставлю на Boosty. Опять же, без необходимости платной подписки. У меня получилось пройти примерно 6 экранов за час. Дальше я просто перестал пробовать. Помимо конька, до наших дней дошли бильярды городки для TMC1. Такие городки в музее я видел, кстати, в первый раз. Всегда играл только вот в такие. Их у нас было намного больше по фойе кинотеатров. А также SOS, Снежная Королева и Кот Рыболов. И если SOS и Снежная Королева представляют из себя плюс-минус то же самое, что и конек-горбунок, платформеры с нескольким видом разнообразных уровней, про которые сказать особо нечего, ну разве что про то, что в SOS совершенно ужасно реализована стрельба, то вот Кот Рыболов это тема, на которой мне хочется остановиться немного поподробнее. И не только из-за еще более запредельной сложности, а потому, что Кот Рыболов это самый настоящий советский Mortal Kombat. Игра состоит всего из трех уровней, и долгое время считалось, что второй пройти просто невозможно. Третий все видели только по демке, крутящейся в режиме ожидания. Это вам, блин, даже не секретные комнаты в Doom, которые находили спустя 20 лет. Завязка сюжета еще круче. Кот захотел пойти на рыбалку. Для этого ему понадобилась наживка. Но на червяков претендовал не только он, но и соседская ворона. Round One Fight. Круто. По-моему, круче только яйца. Передвигаемся по экрану и пытаемся набрать 10 червяков, попутно отгоняя от них пернатую тварь. И вроде бы все ничего, но проблема в том, что ворона тут гребаный Чак Норрис. Мимо нее невозможно пройти, ее совершенно невозможно поймать на удар, а вот она раздает троечки налево и направо. Раз, два, нокдаун. Кидай еще 15 копеек, и нам пофигу, что ты даже не понял, что только что произошло. Просто берешь и превозмогаешь, кормя железку монетками. Я признаюсь, сдался монетки на третий, и даже не потому, что автомат в музее прилично так артефачил картинку. Это просто какой-то гребаный Mortal Kombat на Game Boy Advance, в котором просто невозможно победить, потому что комп считывает все твои нажатия кнопок и моментально контрит их. Но выглядит игра для советской разработки 1990-го более чем достойна. Тут никаких сомнений. На уровне 2, по словам очевидцев, нужно было как раз ловить ту самую рыбу, обозначенную в названии. Проблема в том, что опять же по словам очевидцев, ловиться она просто отказывается. А даже если и клюет, то стрекоза моментально улов тылит. Это как раз тот уровень, который считается непроходимым. Ну а на третьем уровне уже пойманную рыбу нужно защищать от соседского кота, который сам наловить ленится, а вот стыбрить ваша готов только в путь. Ну ничего, мы даже ворону Норриса забороли, что нам какой-то там Василий Ли. Пусть чай полетает. Александр Гоноровский в интервью рассказал, что буквально в самом конце 91-го они начали разрабатывать вторую модель ТИАМЦ, 16-битную с картинкой уже в 256 цветов. Но разработка так закончена и не была. Отдел аркадных автоматов закрылся. С развалом Союза одна часть разработчиков ТИАМЦ, в том числе и Гоноровский, ушли в другую сферу инженерных разработок. Другая же часть организовала коммерческую компанию Экстрема Украина. Но вместо автоматов игровых они начали разрабатывать автоматы игральные. Например, видеопокер и одноруких бандитов. Просуществовали они до 1998 года. На этом история советских игровых автоматов закончилась. В наших аркадных залах стали появляться западные игры, а со временем широкого распространения домашних консолей и компов, так же, как и во всем мире, культура аркадных залов совсем отошла в прошлое. И очень круто, что остаются энтузиасты, сохраняющие для нас историю таких вещей, благодаря которым про все это можно не только почитать и посмотреть, но и потрогать своими руками. Ну и конечно, большое спасибо всем причастным к тому, что в свое время советские аркадные автоматы вообще появились. Ведь если бы кто-то тогда в союзе не решил скопировать медвеевский Сирейдер, ничего из того, о чем мы сегодня с вами говорили, могло бы вообще не появиться. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Как обычно, если понравился ролик, не забывайте поставить ему большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. Также напоминаю про Телегу и Бусти. На сегодня это все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok